ребят всем привет вас наверно удивило название видео папа домохозяйка но сейчас я быстренько попытаюсь объяснить почему видео так назвали и какую роль семействе я сейчас исполняю и вы поймете почему папа домохозяйки ну связи с тем что наверное это не только у нас перемен то разных городах школы садики закрывают на карантин и дома детей одних не оставишь даже многие сейчас наверно там почему так вроде там у вас настя большая да настя 13 лет но это ребенок ребят это ребенок может быть с виду она и будет как девушка уже но это в душе ребенок 13 лет вспомните себя ребят раньше в 13 лет сейчас просто детей экселератор они выглядят может быть такие как уже взрослые на самом деле уже это еще деньги и поэтому раз у меня мой мое рабочее время занимает у меня там 20 процентов максимум который а даже в офисе могу не находиться нигде абсолютно дома ответственно я сижу моряшки это не получится потому что у моряшкина находиться на работе из 9 до 6 кто помнит и смотрит наше видео они знают что она работает в банке ну соответственно сейчас мне хочется просто поделиться вот мыслями да которые у меня на сегодняшний день сложились то есть ну я уже получается не первый день сижу все-таки и соответственно накопилось очень много эмоций я хочу самое главное подметить что вот именно от себя от мужской части как будто именно как бы подметить что ребят женский труд он недоценен он недоценен потому что мы когда рядом наши жены водится с детьми и тому подобное мы не видим как это сложно вот с утра да мое утро сейчас начинается я просто пытаюсь кратенько рассказать то есть я тоже марину стою утром дети пока еще спят еду быстренько в магазин надо купить продуктов они у меня с утра йогурты кушают соответственно мариша нам мультиварку там с вечера закидает все том в обед кушаем это еще горячее на следующий день потому что она стоит на подогреве очень кстати удобная вещь и всегда как будто вот только-только приготовлено а с утра они у меня только йогурт идет то есть не как иначе питьевые настя иммунели пьет славка он пьет эти как называется кино вот я сейчас был магазине вам показал что я с утра купил как я хожу с утра в маске то есть после соответственно для того как магазин посетил я протираю руки салфеточками влажными чтобы домой заразу не нести потому что сейчас действительно очень много всякой заразы вот грипов тому подобное но честно ребят я я шокирован насколько все это сложновато потому что дети они настолько требуют много к себе внимания даже вроде настя 13 лет а все равно ей нужно внимание это все-таки дети но и маришка конечно у меня молодец я обожаю она у меня золото она с настика вот допустим по учебе с настика мне тяжело то есть кто бы чего не говорил но вот с учебой меня маринка занимается с настюшкой это ну практически второй раз идти в школу кто знает кто как сказать правильно кто занимается с детьми да они поймут о чем я сейчас говорю то же самое что второй раз вы заканчиваете школу никак иначе бред какой-то то есть ты свое время отучился сейчас из детьми получается ну и соответственно и надо за ними и указывать вот ребят я не знаю когда объяснить времени требует очень много времени сил потому что даже вот я сейчас слежу за собой я к вечеру ребят я устаю вот реально я как выжиды как лимон другого как искать варежка это как дела у тебя ну там допустим я устал я устал от шума этого камана с другой стороны это так приятно ребятка ты проводишь столько времени с детьми потому что действительно мы свою жизнь очень мало проводим времени своими детьми очень мало как бы и получается смотрите вот только родились до садик уже сколько времени не видим и да потом школа уже сколько времени институты там различные да давайте попустим чем даже если он идет не по правилам потом у них своя жизнь и все и вроде как и дети выросли почему я так говорю ну потому что я так раз у меня мама все время на работе было очень так периодически непонятно чего там и соответственно вот так вот вспоминая бывает мама-то меня не видел я маму не видел в основном как бы вечером даже не общались я да она даже не знала какие мысли у меня в голове что какие переживания то есть соответственно это ребят неправильно потому что жизнь она так вот и мы теряем самое интересное слава богу наверно что у меня сейчас есть такой вот такая возможность с ними общаться знать что они думают по крайней мере у той части которую не доверяют но женщинам хочу сказать вы конечно молодцы большие молодцы потому что это это сложно вот это наверно все что сегодня хотел сказать периодически я буду так вот выкладывать свои мысли какие-то там так видео так и буду называть папа домохозяйка часть 2 ну все всем пока пока